Привет, девочки! Сегодня я хочу рассказать о том, что я любила в последнее время из продуктов для лица и немножко для волос, немножко ухода. Всего 8 продуктов. Если вам интересен такой тип видео, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки и жду ваши комментарии. И давайте я вам быстренько расскажу. Во-первых, я снова отошла от минеральных тональных средств и перешла на жидкие тональные средства. В основном благодаря вот этому тональному крему от Catrice HD Liquid Coverage 010 Light Beige. У меня на канале есть видео, где я его носила, пробовала, ходила с ним в сауну и все вот это вот. Так что вы можете посмотреть и увидеть мои выводы, услышать мои выводы об этом. Здесь пипетка. Очень мне он нравится, потому что мне не нужно его поправлять в течение дня, он никуда не исчезает. Он перекрывает даже нос в течение всего рабочего дня, не чувствуется на коже, не вызывает воспалений. Мне очень нравится, не забивает поры. В общем, мне очень нравится это средство. Не остается на воротничках, не остается на шарфе. Сейчас вот зимой мне очень нравится. После того, как моя кожа была достаточно жирной летом и осенью, и я перешла на минеральные основы, потому что их было легче поправлять на жирной коже. Сейчас моя кожа больше уже идет к нормальной, менее чуть-чуть жирная стала, и я снова с удовольствием пользуюсь жидкими банальными средствами. Затем я уже рассказывала, что я открыла для себя новый оттенок Liquid Camouflage Concealer от Catrice в оттенке 005 Light Natural. И я его обожаю, пользуюсь каждый день. Видите, уже какое-то количество использовала. До того, когда я использовала оттенок 010 Porcelain, я не могла им пользоваться, потому что он просто подчеркал мои круги под глазами. Этот их действительно осветляет, маскирует, хорошо носится опять же весь день. Я закрепляю пудры Elves, но все равно очень-очень хорошее средство. Я все консилеры закрепляю. Не знаю, ни одного, который бы я не закрепляла. Следующий. Я наконец-то созрела и купила себе Butter Bronzer от Physician Formula. Купила в подружке. У меня в оттенке Light. Я очень светлокожая, как вы можете сказать, по оттенкам моих тональных средств и консилеров. Поэтому для меня Light идеальный. Он не матовый, но и не блестящий. Он такой, ну, как кожа. Он дает эффект второй кожи на лице. И я получаю очень-очень много комплиментов, когда я его ношу на тему того, как хорошо моя кожа выглядит. Я наношу его вот сюда, как контуринг, как бронзеринг, на щеки и вниз вот сюда. И получаю очень много комплиментов. Каждый раз, когда я его ношу, как хорошо выглядит моя кожа, какой у меня даже не то, что здоровый цвет лица, а просто как я хорошо выгляжу. И вот это очень-очень радует. Он сейчас на мне. И на мне же хайлайтер. Новый хайлайтер от Essence, Blaze Donut. Кажется очень пугающе белым. И даже может быть немножко таким пудровым, когда я его тестила в магазине. Но когда я его наношу, вот кажется таким вот белым-белым. Но когда я его наношу, он очень красивый. Вот он у меня сейчас на щеках, на скулах очень красиво смотрится. Держится весь день, не исчезает, не уменьшается. И кожа выглядит такой фарфоровый, такой стеклянный, такой отполированный. Очень красиво. Мне очень нравится. Как вы, наверное, заметили, я люблю холодные, очень светлые хайлайтеры. И вот это вот для меня золотистый. Я не очень люблю, может быть, летом. А вот зимой он для меня вообще просто находка. И так как это Essence, то стоит он тоже очень недорого для такого хорошего качества хайлайтера. Единственное, ему нужно немножечко растушевать. Немножечко потом, когда вы посылку его нанесли, немножечко еще поводить по нему кисточкой, чтобы втереть его в кожу. База. Я снова начала пользоваться вот этой базой от Too Cool For School Rulis Magic Pore Balm. Очень приятный запах, не силиконистая, немножечко маскирует поры не так сильно, как, допустим, Benefit. Но все же она не забивает их, не чувствуется неприятно на лице, не чувствуется силиконистая. Я не люблю силиконовые ощущения на лице. И она реально, я заметила, помогает уменьшить появление черных точек, уменьшить забивание пор, делать лицо более чистым. Так что очень ее люблю. Блеск для куб. Блеск для куб у меня сейчас тоже на кубах. Это Fenty Beauty Gloss Bomb. Очень мне нравится. Очень увлажняющий, очень хороший блеск для зимы. Если у вас есть возможность где-то купить Fenty Beauty, то присмотритесь к этим блескам. Я в свое время смотрела очень многое. Смотрела и хайлайтеры, смотрела тональные основы, но так не решилась это все купить. А вот блеск мне понравился. У них сейчас вышел новый оттенок, который чуть более розовый, по-моему, судя по тому, что показывает. Так что можно купить даже сразу два. И он очень экономичный. Я его использовала целый месяц и даже незаметно, что я его использовала. Так, дальше. Уходовое средство. Это сыворотка для кожи вокруг глаз. Получила ее полный размер в коробочке Look Fantastic. Но ее можно купить на Look Fantastic. Это Dr. Botanicals по мигранатсу Apple Food Brightening Eye Serum. Это не сыворотка, это как маслица. Но оно не затекает в глаза, быстро впитывается, хорошо на него ложится макияж. Не отпечатывается излишний потом тушь, не съезжает консилер. И консилер можно наложить, я могу наложить более толстым слоем, потому что у меня меньше стали вот эти вот морщиночки под глазами заметные. Лучше увлажнена кожа. Я не чувствую стягивания сейчас даже зимой в сухом, отапливаемом помещении с сухим воздухом, с отоплением, с кондиционерами. Обычно у меня стягивается кожа вокруг глаза, из-за этого потом устают глаза тоже. С этой сывороткой этого нет. Ношу утром и вечером. Одну каплю наношу на оба глаза, наношу вниз и наверх. Вокруг глаза, по всей орбитальной области, впиваю немножко и все прекрасно. И последнее, чем хочу рассказать, это расческа Tangle Teaser. Она Wet Brush называется, мокрая расческа. Что в ней удобно, это то, что у нее есть ручка, в отличие от оригинального Tangle Teaser. Я очень люблю Tangle Teaser, у меня их несколько. И на работу тоже компактный. Я очень люблю то, что благодаря этой расческе я могу очень хорошо массировать кожу головы. Очень помогает, когда устаешь, очень помогает, когда голова начинает болеть. Очень хорошо расчесывает волосы. У меня тонкие волосы, они у меня не путаются, но очень легко ломаются. С этой расческой они ломаются меньше, мне нравится ей пользоваться. И я пробовала Wet Brush марку, мне не понравилось, до сих пор эта расческа лежит. Она очень жесткая для моих волос, выдирает их, просто обламывает. Tangle Teaser использую с удовольствием, постоянно. Так что, если у вас тонкие волосы, то тоже присмотритесь. Все, это все мои фавориты последнего времени были. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что были со мной. Увидимся. Пока. Продолжение следует...